Итак, посмотрите, дорогие коллеги, какая у нас существует текущая схема назначения терапии при средне-тяжелом и тяжелом псориазе, псориатическом артрите. Традиционные базисные противовоспалительные препараты, если у них существуют какие проблемы, это недостаточная эффективность, плохая переносимость и наличие различных противопоказаний. И мы переходим к назначению генно-инженерной биологической терапии. Каковы же до сегодняшний день причины неназначения или отмены классической базисной терапии? Во-первых, это плохая переносимость, недостаточная эффективность и потеря эффекта. При рассмотрении генно-инженерной биологической терапии в нашей стране, это, конечно, сложность обеспечения, отсутствие, в частности, в случае эффекта, плохая переносимость, отказ пациента, сопутствующие заболевания и сами противопоказания для назначения генно-инженерной биологической терапии. Данные крупномасштабного регистра пациентов с псориазом, получающих различную генно-инженерную биологическую терапию, показали, что генно-инженерные препараты отменяются практически у 40-80 пациентов в течение первых двух лет терапии. Основными причинами отмены биологической терапии являются отсутствие или снижение эффективности и, естественно, побочные явления. Какие же существуют на сегодняшний день традиционные базисные противовоспалительные терапии, препараты и когда они используются? Препарат метатриксат. Он используется как при кожном псориазе, так и при псориатическом артрите. Циклоспорин не используется при псориатическом артрите, но достаточно широко используется при псориазе. Ацетринен тоже самое. И лифлюномид и сульфасалазин могут использоваться при лечении больных с псориатическим артритом. Однако, среди традиционных системных препаратов только метатриксат одобрен и включен в федеральные рекомендации для лечения псориаза и псориатического артрита. Метатриксат – это золотой стандарт лечения не только ревматоидного артрита, но и различных других аутоиммунных заболеваний. Но какие существуют ограничения в применении традиционной системной терапии? У метатриксата, как правило, наиболее часто это гепатотоксичность, циклоспорин – нефротоксичность, ацетриент – тератогенный эффект, ограничения в приеме при лечении псориатического артрита. Опять же, гепатотоксичность у метатриксата. У лифлюномида – нарушение функции печени анемии. У сульфасалазина – нарушение функции почек и также анемии. В целом, если анализировать ограничения в применении стандартной базисной противовоспалительной терапии, следует отметить следующее. Все традиционные базисные противовоспалительные препараты для псориаза эффективны при псориатическом артрите. Не все базисные противовоспалительные препараты для псориаза эффективны при кожной форме. Недоказанное влияние базисных противовоспалительных препаратов на энтезиты и дактилиты определяется высокий риск гепатотоксичности, повышенный риск возникновения или обострения тяжелых инфекций, туберкулез и т.д. И все базисные противовоспалительные препараты, они, естественно, требуют достаточно жесткого лабораторного мониторинга. Генноинженерные биологические препараты в лечении псориаза и псориатического артрита, наиболее известные и достаточно широко применяемые, это блокаторы фактора некроза опухоли. На сегодняшний день их зарегистрировано 5, это инфлексимаб, адалимумаб, этанерцеп, галимумаб и циртализумаб, пигол, которые используются абсолютно все при псориатическом артрите и при псориазе зарегистрировано инфлексимаб, адалимумаб и этанерцеп. Также появились нового класса препаратов, это ингибиторы интерлекин-12-23 препарата стекинумаб и интерлекин-17 препарат стекинумаб, которые используются как при лечении кожного псориаза, так и псориатического артрита. Какие же ограничения имеются при назначении геноинженерной биологической терапии? Во-первых, это иммуногенность, которая снижает клинический эффект и может вызывать различные нежелательные явления. Это риск возникновения или обострения тяжелых инфекций, онкологической патологии и воспалительных заболеваний кишечника. Парадоксальная реакция – это при назначении наиболее часто блокаторов фактора некроза опухоли, когда мы видим развитие псориаза Денова или Увиита. И необходимость повышения дозировки при потере эффекта, что ведет к увеличению достаточно большой цены за лечение того или иного больного. Какие же существуют на сегодняшний день нерешенные вопросы терапии псориаза и псориатического артрита? Во-первых, это аспекты безопасности применения, это длительный контроль заболевания и, естественно, выбор терапии у пациентов с различными комармидными состояниями. У нас есть большая группа генно-инженерной биологической терапии, мы ее хорошо знаем. И проходит время, и идет поиск новых лекарственных препаратов, и сейчас мы хорошо знаем, что у нас появился новый класс препаратов, это именно малые молекулы. Мы с вами хорошо знакомы с ингибитором Джаккина с тофаситенибом, который зарегистрирован только при кожном псориазе, но пока не зарегистрирован при псориатическом артрите. И появляется новый препарат, препарат-ингибитор фосфодиэстераза-4, препарат Апримиласт, который зарегистрирован как лечение кожного псориаза, так и псориатического артрита. Этот препарат является также малой молекулой, не биологическим препаратом, а именно химическое вещество, малая молекула, которая является представителем нового класса. Препарат зарегистрирован в сентябре 2016 года в виде таблеток, является селективным иммунодепрессантом, и на сегодняшний день он зарегистрирован для лечения бляшечного псориаза и активного псориатического артрита. Механизм действия препарата, в первую очередь, это ингибитор фосфодиэстераза-4, Апримиласт значительно модулирует, но не полностью ингибирует белки плазмы крови, такие как интерлекин-1,6,8, блокатор фактора некроза опухоли. И посмотрите, почему именно фосфодиэстераза-4, почему именно она привлекательна, вот блокатор её при псориазе и псориатическом артрите. Да именно потому, что именно фосфодиэстераза-4, она синтезируется лейкоцитами, фиброобластами, и особенно важно для псориаза, псориатического артрита, кератиноцитами. Каков же механизм действия? Фосфодиэстераз связывается с циклической АМФ, является частью сигнального пути, то есть передаёт сигнал внутрь клетки, полученной с её поверхности. Что мы имеем? Данный сигнальный путь задействован в поддержании баланса между провоспалительными цитокинами, такие как фактор некрозообхоли, интерлекин-17, интерферон-гамма и другие, и провоспалительными цитокинами, в частности, интерлекином-10. Что происходит? Происходит активация Т-клеток, запуск иммунного воспаления, повышение пролиферации клеток, ремоделирование, образование бляшек, воспаление суставов и мягкой, то есть идёт порочный круг, сигнал проходит, активация ядра, клетка активируется, и начинается выработка провоспалительных цитокинов, опять действует на рецептор, и происходит такой порочный круг бесконечного передачи сигнала и воспалительного процесса. А при неласт, он ингибирует фосфодиэстеразу-4 в клетках, воспаление и подавляет воспалительную реакцию. По клиническим исследованиям было показано, что данный препарат достаточно чётко снижает концентрацию провоспалительных цитокинов. Уже на четвёртой неделе мы видим достаточно достоверное снижение фактора некрозообхоли, интерлекина-8. На 16-й неделе более глубокое подавление провоспалительных цитокинов. И что хотелось бы отметить, что при длительном использовании анализ на 40-й неделе мы видим повышение концентрации противовоспалительных цитокинов, таких как интерлекин-10. Блокирование фосфодиэстераза позволяет воздействовать, как вы видите, на абсолютно различные симптомы псориатического артрита. И как у нас действуют вообще все малые молекулы, которые подавляют пути проникновения сигнала в клетке для её активации. Но на сегодняшний день хорошо изучен джаккиназный путь и препарат новый, блокада фосфодиэстераза. Все эти пути, цитокин попадает на свой рецептор, происходит передача сигнала к ядру, что в этом случае, что в другом. В связи с этим вырабатывается достаточно большое количество провоспалительных цитокинов. И тогда, когда мы в данной ситуации вводим облокатор фосфодиэстераза-4, мы подавляем абсолютно все провоспалительные цитокины, соответственно, воспаление блокируется. Но преимуществом этого препарата происходит неполная блокада провоспалительных цитокинов, в связи с чем мы не видим таких выраженных нежелательных явлений, как то развитие тяжёлых инфекционных осложнений. Дальше. Какие данные клинических исследований в безопасности данного препарата? Посмотрите, проведён достаточно большой широкий спектр клинических работ, где было показано, что частота нежелательных явлений не увеличивается при длительном приёме опремеласта. Более того, нежелательные явления, которые стали причиной отмены терапии у пациентов, это была тошнота, диарея, псориаз, рвота, головная боль. И все эти явления в большинстве случаев отмечались в первый месяц терапии и не служили причиной отмены терапии со временем. Серьёзные нежелательные явления были отмечены только у единичных пациентов на фоне терапии опремеласта, также не увеличивались со временем. И частота серьёзных инфекционных осложнений при длительном наблюдении также не нарастала с течением времени. Вы видите, что достаточно низкое число развития серьёзных нежелательных явлений. Данный препарат не вызывает клинически значимых изменений лабораторных показателей, таких как повышение трансаминаз, АСТ, ЛТ, гемоглобина, лимфоцитов, нитрофилов, то есть достаточно редко вызывает какую-либо патологию. Данные клинических исследований на сегодняшний день по изучению препарата показывают нам, что частота серьёзных нежелательных явлений не повышается и не увеличивается при длительном использовании. Не было отмечено оппортонистических инфекций и реактивации туберкулёза. Низкий риск развития серьёзных инфекций, который не нарастал со временем. И данный препарат на сегодняшний день достаточно хорошо переносится у пациентов с псориазом и псориатическим артритом. Данный препарат не требует проведения скрининга на латентный туберкулёз, не требует регулярно лабораторного мониторинга. И что очень важно, то что препарат выпускается в таблетированной форме и не нужно нам использовать кабинеты антицитокиновые для введения препарата. Также очень часто встаёт вопрос относительно сопутствующих заболеваний, а тем более у больных с псориазом, вы знаете, достаточно большой букет сопутствующих заболеваний и таких как сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, метаболический синдром и так далее. И встаёт вопрос относительно выбора терапии у пациентов с метаболическим синдромом. Традиционная системная терапия может усугублять метаболический синдром, и вы это хорошо знаете. Повышенная масса тела у пациента доказано является предиктором снижения на генно-инженерную биологическую терапию, и об этом мы с вами говорили вчера достаточно подробно. Ингибиторы фактора некроза опухоли и особенно ингибитор интерлекина 6-го, они сами по себе могут приводить к повышению массы тела. Вы это тоже вчера было продемонстрировано, и снижение массы тела у пациентов с метаболическим синдромом улучшает течение самого псориаза и, соответственно, псориатического артрита. При применении препарата Апримиласт было показано, что у больных было отмечено снижение массы тела у 14%. То есть этот препарат не только хорошо показывает свою клиническую эффективность, но и не увеличивает индекс массы тела, соответственно, достаточно, ну, как сказать, еще дополнительный положительный эффект при использовании этого препарата у больных, скажем так, с ожирением, метаболическим синдромом и другими. Какие есть рекомендации на сегодняшний день по ГРАПе? Значит, препарат может использоваться при периферическом артрите, назначаются базисные противовоспалительные препараты, тогда, когда они неэффективны, ингибиторы фактора некроза опухоли, либо блокатор фосфодиэстераза 4. То же самое тогда, когда мы воздействуем на энтезиты, сначала нестероидные противовоспалительные, генноинженерные биологические препараты интерлекин-12-23, интерлекин-17 или фосфодиэстераза 4. И тогда, если вдруг не срабатывают генноинженерные биологические препараты, когда мы их начинаем менять, можно также рассчитывать на эффект препарата опремиласта. Вчера Евгений Валерьевич достаточно подробно останавливался на рекомендациях ОЛАР. Я хочу сказать, только скоснуться совсем немножко, что как мы начинаем лечить псориатический артрит по рекомендациям 2015 года. То есть вставится диагноз псориатического артрита, начинается с нестероидных противовоспалительных плюс локальные глюкокортикоиды. Тогда, когда это не срабатывает, мы назначаем базисную противовоспалительную терапию, в частности препарат метатриксат. При его неэффективности можно использовать лифлюномид или сульфосалазин. Если эта схема не срабатывает, переходим к тому, что назначается генноинженерная биологическая терапия или опремиласт. И если генноинженерная биологическая терапия будет неэффективна, то при выборе какого-либо нового блокатора фактора некрозообхоли можно также перейти сразу на прием опремиласта. Спасибо!